Состав участников антитеррористической комиссии придется переписать. В списке теперь и командующий Краевым управлением Росгвардии Сергей Власенко. Он возглавил войска на прошлой неделе. После коротких поздравлений губернатор сразу обозначил фронт работы, который у гвардейцев будет много. Уже 4 ноября на Кубани, как и по всей России, отмечают День народного единства. На этой почве нельзя допустить экстремистских провокаций, требует Вениамин Кондратьев. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. «Необходимо организовать постоянное дежурство оперативных служб и скорой помощи непосредственно в местах массового скопления людей. Нужно усилить подозрение полиции казаками. День народного единства – это национальный праздник. Когда российский народ будет единым, как оно и есть сегодня к этому, мы сегодня все стремимся. Тогда никакая зараза, никакая чума, никакие марши не залезут в жизнь единого народа». Идеологический терроризм – невидимый фронт, но на котором тоже идет борьба. В основном распространение радикальных идей вербовка в незаконной организации происходит в интернете, где в первую очередь на удочку террористов попадается молодежь. «Ведется мониторинг интернет и всех сайтов. И нами было выявлено и направлено в Центр по противодействию экстремизма ГУВД Края 186 информаций о действительно таких выявленных опасных сайтах». Вениамин Кондратьев требует от своих подчиненных, чтобы в каждом муниципалитете были специалисты, способные в реальности вычислить подобные экстремистские группы во всемирной паутине. «Мы здесь не ликбезом занимаемся. Мне нужна практическая плоскость того, что вы сегодня там все делаете. В каждом муниципальном образовании у нас есть группа мониторинга. Вот группа мониторинга, если есть, это хорошо. Результаты этих групп. Они тоже для списка, что ли, группы эти есть? И что они мониторинг? «При выявлении таких фактов информируются как правоохранительные органы?» «Сколько выявили таких фактов?» «Идеологическая война – это очень важно. Идеологический терроризм – это, коллеги, это тот червяк, который медленно-медленно съедает все изнутри. Вот в чем вопрос. Должен быть результат работы. А если его нет, результат работы, значит и группы этих не существуют. И работы, значит, вашей тоже нет. Вот в следующий раз перенесите мне конкретный механизм на земле, который позволит сегодня нам заниматься профилактикой». Антитеррористическую работу придется только усиливать. Ведь Краснодарский край примет футбольные матчи Кубка Конфедерации в следующем году и Чемпионата мира в 2018. Но бдительность не должна заканчиваться на стадионе Фишт в Сочи, где пройдут игры, замечает губернатор. На стройплощадках тренировочных баз должен вестись усиленный контроль, вплоть до проверки материалов, завозимых для строительства. «На весь Фишт внимание максимально уделяем, а вот эти тренировочные площадки остаются вне зоны, мне кажется, сегодня очень нашего внимания. А это еще раз подчеркну, это тоже объекты повышенного внимания и интереса со стороны всех, кто хочет помешать проведению Чемпионата мира в Сочи. Вот они сегодня должны быть под таким же жестким контролем. Проверка и материалов, и все, что завозится для строительства осуществлялись и на строительстве вот этих вот тренировочных площадок, где будут тренироваться сборы». Во время футбольного матча большая нагрузка ляжет на транспортную сеть, только железнодорожными ласточками планируется перевезти в 18 тысяч человек. Губернатор потребовал разработать пропускную систему так, чтобы избежать столпотворений на вокзалах, но сохранить при этом безопасность. У противников проведение спортивного праздника в России не должно быть информационных поводов. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.